Итак, друзья, в этом видео мы будем говорить о спаривании кроликов. Здесь я сейчас буду спаривать вот эта серая кроличиха, она очень хорошая, и сейчас ее будем спаривать с нашим кровом белым. Но перед этим я хочу рассказать, на что должны обратить внимание, когда пускают кролики спариваться. Первое, здравоусловное состояние кролика. Как это понятно, они должны быть оба здоровые, упитанные, такие хорошие, как у нас кроличиха хорошо выглядит. И крол, конечно, белый, тоже хорошо выглядит. На второе место обратите внимание на питание. Непосредственно несколько дней перед спариванием, если вы не кормили зеленой пищи, то начните кормить кроликам какими-то листьями, траву, больше злаки, конечно, потому что это все витамины, это отражается потом на сам процесс спаривания. Так, если у вашего кролика, как у нашего, здесь есть маленькие кроличат, вот вы их видите внутри, когда должно произойти вот это спаривание, когда самый тот момент, чтобы не опоздать слишком, и кролик успел выкормить свои кроличат нормально. Значит, здесь вопрос такой, видите ли вы, что кроличата начинают вывозить из этого окрытия, которое вы им сделали, то уже момент, что пустит, кролики спариваются. Итак, друзья, я только что пустил наше кроличиха кроликом, и сейчас посмотрим, вот, вот это поведение кролика, когда он падает и издает специфический звук, это значит, что спаривание прошло удачно. Спаривание длится недолго. Я пускаю ее на 15-й день после рождения. Ну, вы посмотрите, когда у вас выйдет первый кролик из этого, из убежища, который она сделает, то уже можно пускать, чтобы они спаривались нормально. Вот, все прошло отлично. Еще один раз подождем, чтобы кролик вот так упал. Это, если он упал, это значит, что это практически удачная попытка. Еще один раз он должен... Вот, видите, кошка как подает лапку там наверх. Совсем, совсем оборзела. Всегда пускается крольчиха к кроликам, никогда наоборот, крольчиха нельзя пускать. Вот. Хорошо будет, если еще один раз. Он, значит, видите, у нас будет... Здесь будет не такая же породистая смеска, потому что кролик у нас боевает белый калифорнийский кролик, а крольчиха серый великан. А вот это котячий великан, который здесь пришел поздоровиться тоже. Ну, два раза кролик упал, в принципе, это достаточно. Я сейчас ее выниму оттуда, и через три часа контрольно еще раз запущу. О, к ним присоединяется кошка. Вот, видите, как они играют. Что она хочет? Ай-дай. Убирайся отсюда. Ну, все, друзья. Кроличика считается, что она уже заплудилась. Через три часов я еще кушу ее, чтобы... сейчас посмотрим опять, если получится. Нет, она уже ложится, она уже готовая. Ну, подписывайтесь на канал, ставьте лайки. Пока-пока. Надеюсь, это видео для вас полезное.